Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем девятую главу Евангелия от Иоанна. Эта глава целиком посвящена одному из самых ключевых чудес-знамений в Евангелии от Иоанна «Исцелению слепорожденного у купели Силуам». Этот эпизод начинается с того, что Иисус проходит мимо. И, проходя мимо, Он видит человека, который просит подаяния. Этот человек слеп от рождения, он занимается своим ремеслом. И, в общем-то, все привыкли видеть этого человека здесь, ни у кого не возникает вопроса. И вообще слепота — это было такое эндемическое заболевание, которое очень часто встречалось в Палестине. В виде этого человека ученики воспользовались случаем для того, чтобы задать вопрос, который очень часто благочестивые люди задают. Если человек болен, то означает, что он согрешил или кто-то согрешил. Этот вопрос уже задавали ветхозаветные люди. И для того, чтобы обосновать эту прямую связь между грехом и болезнью, приходилось иногда даже придумывать какие-то схемы, например, о том, как в утробе матери младенец мог согрешить. Итак, ученики спрашивают, раби, почему он родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители? Подразумевается, в любом случае, где-то здесь стоит нравственный грех, чья-то нечистота, и его болезнь — лишь только симптом, некое откровение этой нечистоты. И ответ, который дает Иисус, переводит вопрос совершенно в другую плоскость. Это ответ всем нам, когда мы задаемся таким вопросом в виде несчастья другого человека, мы думаем о том, что этот человек в какой-то момент был недостоин лучшего. Не согрешил ни он, ни родители его. Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. То есть не причинно-следственной связи человек слеп не потому что, но человек слеп ради чего. Открывается совершенно другая перспектива и новые горизонты. Он слеп для того, чтобы здесь явилась слава Божия, чтобы Господь совершил чудо исцеления и явил свою силу. «Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Фактически, Христос говорит о том, что пока светит день, это рабочий день, и он должен действовать. Он пришел в мир не для того, чтобы почивать на лаврах, но для того, чтобы совершить конкретные дела, конкретные служения. И понятно, что в языке Евангелиста Иоанна каждое слово, как в музыкальной симфонии, имеет какое-то второе, третье звучание. И по-настоящему все станет на свои места, только когда мы поймем, что некоторые слова произносит «Воскресший Христос». И тогда они вдруг обретают свое истинное звучание. Потому что скоро ночь. Ночь – это гефсиманская ночь, это ночь предательства, это ночь смерти, и одновременно ночь, когда Христос воскреснет. Но пока я в мире, я свет миру, и свет он должен светить. Я сын, и я исполняю дела, которые творит мой отец. Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну землей, помазал глаза этой грязью и сказал, «Ступай к купельне Силуам, к пруду, Силуам, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Фактически, тот, кто хорошо знакомый со священным писанием, узнает в этом жесте Христа тот жест, который совершает Бог-творец, сотворив Адама из персти, из праха земного, из глины, он рождается, как сын земли и одновременно как сын Божий. Также и здесь Христос берет землю, смешивает со своей слюной. Слюна – это образ слова и божественной жизни, и эта грязь становится источником исцеления для человека. Но здесь зашифрована тоже очень тонкая весть. Фактически, Силуам означает «посланный». Посланный – кто посланный? Сын Божий. Христос пришел в этот мир как посланник своего Отца. И поэтому Силуам для него становится купелью крещения. Фактически, это образ человека, который сначала прозревает, видит свет. И мы людей, которые обращаются в христианство, обращаются в веру, называем новопросвещенные, те, кто видят свет, то, что предсходит с сегодняшним героем. Но впереди следствие и очень серьезное разбирательство. Его соседи и другие люди, которые видели его просившему милостыню, стали говорить, как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню? Одни говорили, да, это он. Другие говорили, нет, просто похож на него. Это правда я, сказал сам человек. И дальше задают вопросы. Настолько людям непривычно видеть его зрячим. А как так случилось, что ты стал видеть? И он рассказывает историю от начала до конца. И здесь евангелист тоже играет, потому что одно дело видеть только какую-то внешнюю канву, другое дело понимать, что за этим стоит. Видеть невидимое. Человек, которого зовут Иисус, Иисус из Назарета, смешал слюну землей, помазал мне глаза и сказал, пойди в Силуам и умойся. Я пошел, умылся и стал видеть. «Где он?» – спросили они. «Не знаю», – говорит он. Фактически здесь евангелист Иоанн тоже зашифровал очень интересную загадку. Вопрос «где» или «куда» на его языке всегда означает «кто он?». Вопрос «где он?» фактически означает «откуда он?». Кто он? Кто его отец? Что мы о нем знаем? Какая-то сокровенная тайна этого человека, его скрытая от нас идентичность? И персонаж отвечает «я не знаю». И он действительно не знает, потому что ему еще предстоит узнать. И дальнейшее повествование как раз посвящено этому узнаванию. И мы увидим ключевые этапы этого узнавания. Сначала он поймет, что перед ним, вероятно, целитель, который способен совершать чудеса, а затем пророк, а затем Сын Божий. Человека этого, который был раньше слепым, приводит к фарисеям. День, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, была суббота. И суббот – это священный день покоя, поэтому человек, который нарушается субботу, фактически богохульствует. И поэтому он попадает под закон. Его надлежит избить камнями, либо изгнать из народа. Это кощунник. И поскольку фарисеи уже давно положили глаз на Иисуса и собирают улики, фактически перед нами как будто материалы судебного дела Иисуса Христа, некое досье. Потому что фактически фарисеи уже вынесли ему приговор. Им нужны лишь дополнительные улики. Поэтому они спрашивают, как ты стал зрячим? Опять мы слышим эту версию. Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу. Тогда заявили некоторые из фарисеев. Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу. Но среди фарисеев тоже есть и честные люди. И поэтому они возражают, но разве грешный человек может совершать такие чудеса? И между ними разгорелся спор. Возникла распря. Действительно, Христос становится камнем преткновения и остается камнем преткновения. И в наше время о нем спорят. Одни говорят, это богохульник, самозванец. Другие говорят, нет, такие чудеса, которые он совершает, никто не может совершить. Значит, за ним все-таки стоит Бог. И снова спрашивают слепого, а ты что скажешь? Кто он по-твоему? И отвечает, пророк. Первая ступень познания, он признает его в Иисусе Христе пророка. Иудеи по-прежнему не верят тому, что перед ними слепорожденный. И поэтому они призывают в качестве свидетелей родителей. И спрашивают, это ваш сын? Вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит? Родители ведут себя, как люди запуганные. Они боятся, что их исключат из синагоги, подвергнут изгнанию. И поэтому они малодушно уклоняются от ответа. Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А как он теперь видит, и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. И, как ирония, звучат их слова, спросите его самого. Он уже человек совершеннолетний, и пусть сам о себе свидетельствует. И второй раз зовут этого человека на допрос. «Поклянись, что ты скажешь правду. Поклянись, что ты скажешь, как перед Богом. Нам уже известно, мы знаем, что тот человек грешник». Опять же, это слепая уверенность людей, которые уверены в том, что они знают, но их знание, оно иллюзорно. Это есть невежество, и им лишь предстоит узнать. Звучит «мы знаем», что этот человек грешен. И приговор уже вынесен. На что уклончиво отвечает слепорожденный. «Грешник он или нет? Я не знаю. Я знаю лишь одно. Я был слепым, а теперь вижу». Снова спросили его, что он с тобой сделал, как сделал тебя зрячим. Этого человека уже начинает раздражать упорство фарисеев и какая-то их злоба, тупая злоба. «Я вам уже говорил, а вы не слушали. Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, вы хотите стать его учениками?» Он тем самым очень цинично иронизирует над своими оппонентами, фарисеями. «Это ты его ученик, а мы ученики Моисея. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а об этом человеке мы не знаем, откуда он». Видите, опять вопрос «где» и «откуда» фактически означает «кто» этот человек. На что слепорожденный отвечает, «Вот это и удивительно. Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку неслыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он не был от Бога, он ничего не мог бы сотворить». Это совершенно очевидная правда и истина, которая приводит только еще больше бешенства фарисеев, которые упорствуют в своей ненависти ко Христу. И они не находят ничего лучшего, как чаще всего поступают в таких случаях, просто переходят на личности и оскорбляют этого человека. «Ты родился в грехах». Ты слепорожденный, это означает, что ты грешник и еще грешник до твоего рождения. И ты будешь нас учить. Между тем, Иисус узнал о том, что происходит это разбирательство и что слепорожденного изгнали из синагоги. Он его встречает на улице и спрашивает, «Ты веришь в Сына Человеческого?» Следующая ступенька познания от пророка к Сыну Человеческому, фактически к Сыну Божию. То есть это мессианский титул. «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю». Здесь удивительный момент. Фактически этот человек, который себя не считает верующим, но он жаждет веры, он хочет встретить Мессию и готов его принять и поверить. Именно таких учеников ищет Христос. И отвечает ему, «Ты его видел. Это тот, кто говорит с тобою. Аз есмь, который говорит с тобою». И здесь исцеленный падает ниц, как падает ниц перед Богом, и произносит слова исповедания, «Верую Господи». Таким образом, его путь духовного прозрения уже коснулся своей вершины. Мало исцелиться просто физически, необходимое духовное прозрение и полное исцеление. Точно так же, как здоровье — это не только отсутствие болезни, точно так же и спасение, познание — это не просто преодоление невежества. И в этот момент, когда человек достиг полноты, Иисус говорит, «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, что не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». И рядом с этим фарисеем, которые слышат эти слова. И они понимают, что это камень в их огород, и это их задевает. Таким образом, мы видим, что слепые и зрячие как будто поменялись местами. Если даже человек слепорожденный и с человеческой точки зрения у него нет никаких шансов прозреть, вопрос закрыт навсегда, у него всегда остается шанс стать зрячим. Но другое дело, люди, которые считают себя зрячими, но таковыми не являются. Люди, которые верят в то, что они знают, но их знание иллюзорно, таким уже никто не поможет. Поэтому фарисеи прекрасно понимают этот тонкий юмор. Говорят, «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» На что Христос отвечает уклончиво, но очень точно. «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха». Всякий грешник кающийся может исцелиться от своего греха и обрести спасение и стать великим святым. Другое дело те, кто таковыми себя не считает. Поэтому, если бы вы были слепы, то не было бы на вас греха. Вы бы имели возможность пройти путь исцеления. Но вы говорите, что вы видите. На языке Иоанна Богослова глагол «видеть», «слышать» — это синоним веры. И вы говорите, что вы видите, значит, ваш грех на вас остается. И таким образом, действительно, миссию Христа в этом мире евангелист резюмирует словом «суд». Суд — это когда одни отделяются от других, и вещи называются своими именами. Те, кто был мнимыми, зрячими, в действительности обнаруживают свою слепоту. Те, кто были слепыми, обретают зрение. На портале «Экзогет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Продолжение следует...